МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему миллионы людей сходят по футболу с ума? Потому что это драма, которая происходит в режиме реального времени. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И эмоции разные, особенно когда итог сезона ставит под сомнение гол, который забил на последней секунде матча вратарь. Смотрите и сегодня. Что случилось с биологом? Почему команда проигрывает даже в большинстве? Что произошло с офицем в Ставрополе? Это надо видеть. А в лидерах снова Армавир. У него-то в Батайске не было проблем. Кубаночка производит последние приготовления перед сезоном. Наблюдая во все глаза, за заочной дуэлью офицей Армавира можно совсем упустить положение дела в других наших командах. Они, между прочим, заслуживают внимания. Вот, скажем, новокубанский биолог. Команда никак по весне не может найти свою игру. Три матча, причем далеко не с лидерами, и всего одно набранное очко. Мы готовились, наигрывали состав 1. У нас сразу перед началом первенства выпали три центральных защитника. То есть мы играем три центральных защитника, и они выпали. И пришлось по ходу... Вот это ключевая позиция. То есть у нас пришлось по ходу ремонтировать. Поэтому готовили состав 1. И выпало, как сердце выпало у нас. И самая яркая игра сказалась и на посещаемости домашних матчей биологов в поселке Прогресс. Конечно, цифры, которые предоставляются для официального протокола, никак не свидетельствуют об упадке интереса. Но поскольку мы нередко наведываемся на матчи биолога, то можем визуально подтвердить. Ходить на сельский стадион стали поменьше. Впрочем, эта арена очень удобно расположена относительно других, краевых населенных пунктов. И на матчах биолога нередко можно встретить любителей футбола из других городов. Конечно, за Новокубанку болеем. Мы сами с Армавира. Мы болельщики армавирского футбола. А это, как вроде бы, наши. А здесь младшие братья. А с Новокубанки проезжают за Армавир, там болеют. Лучшего соперника, чем Пятигорский Машук КМВ, чтобы прервать неудачную серию, трудно придумать. Представитель Кавказских минеральных вод, конечно, клуб с историей, но застрял внизу турнирной таблицы и набирает в среднем по очку за тур. В его составе нам было интересно встретить вратаря Дмитрия Стажилу, который играл в Кубани и даже однажды защищал ее ворота в матче с «Зенитом». А также Александра Карибова, воспитанника интерната Кубани, уже 4 года играющего в Пятигорске и не забывающего регулярно забивать родному клубу. Я всегда за Кубань переживаю, смотрю за нее. Жалко, конечно, там есть финансовые проблемы, но надеюсь, что все получится. Конечно, хочу, я здесь, вот здесь, в Краснодаре провел, в Краснодарском праве, хочу, конечно, поближе. Мне пока еще никто не звал. Дебют матча обещал нам нескучную игру. Уже в самом начале мяч побывал в воротах биолога, но гол был отменен по причине офсайта. Буквально в ответной атаке биолог сообразил очень перспективный навес с правого фланга. Малыш и Селищев оказались вдвоем против одного защитника, но рикошек привел мяч в руки Стажева. А затем хозяева получили еще и численный бонус. Буквально за 7 минут полузащитник Машука умудрился схлопотать две желтые карточки и оставил свою команду в десятером. Не обязательно удаление. Удалили подделу, подделу, потому что был прыжок, грубая игра, первую желтую он получил, застрел перспективную атаке соперника. Который, в принципе, карточки все поделал, после того, он нас немножко подвел. Такое в футболе бывает нередко. В численном меньшинстве команда начинает играть лучше, чем в равных составах. Тем более, что тактика предельно упрощается. Играй вторым номером, обороняйся и убегай в контратаке. Они у Машука КМВ получились более эффективными, чем многочисленные атаки биолога. За две минуты до перерыва пятигорцы получили право на штрафной. Как показалось, сначала с очень острого угла. Но капитан Машука Донат Джатиев так искусно закрутил мяч. Плюс ошибся вратарь биолога Арсен Силкаев, что счет был открыт. Самое главное, ни в коем случае не опускать руки и стараться побеждать в любой ситуации, играть до конца, до победы, на победу. Поэтому тут настоящий спортсмен-профессионал должен думать об одном, как победить. Независимо от того, где человек или один из на поле. То есть, всегда должен быть один в голове. Второй темп прошел под знаком того, что Белок искал свою игру. Леонид Назаренко постоянно пытался что-то изменить в ней бесконечными заменами. Но это ничего не дало. Машук играл более уверенно. У своих ворот почти ничего не дал создать. Более того, на 64-й минуте Рустам Сосранов подкарулил ошибку новокубанского защитника и сыграл просто как Месси, установив окончательный счет матча. 2-0 в пользу гостей из Пятигорска. Все получилось. Точнее, не полностью, так как проиграли. Но основные задачи были выполнены. Мелкие ошибки вот эти. Вчера только обсуждали то, что играем попроще. Если на тебе соперник сит, валт выбил, все сели, тогда начинаем. Вчера говорили, сегодня сделали наоборот. Получайте. Афипс приехал в гости к Ставропольскому «Динамо», команде которой за весну набрало больше очков, чем за весь предыдущий отрезок перенства. Легкой прогулки не будет, об этом в Афипском знали и к битве готовились. Отразив начале встречи на скоке хозяев, Афипчане разыграли свой угловой, итогом которого стал супергол Андрея Демченко. Вроде бы все встало на свои места. Тем более, что на 70-й минуте Илья Стефанович заработал пенальти менее, чем за минуту пребывания на поле. Забей с 11-метровой отметки подбельцев, и все бы было закончено. Но нападающий звонко ударил в штангу, а добивания по правилам футбола справедливо засчитано не было. И вот настала 91-я минута игры. Хорошо знакомый болельщикам Кубани, ныне вратарь «Динамо» Эдуард Байчора пошел в штрафную Афипса на последнем в матче угловой. И своим ударом принес Ставропольчанам ничью. Как это получилось? Давайте посмотрим поближе. Хорошая подача, Алексей Гречкин не успевает сориентироваться, и так получается, бьет по своим воротам. Степан Сика чудом реагирует, а дальше 8 игроков Афипса смотрит, как Эдуард Байчора добивает мяч в ворота. А вот Армавир больших проблем со своим соперником Академии футбола имени Понедельника в Батайске не испытал. На 23-й минуте Эдуард Суханов вывел 1 на 1 с вратарем Семена Синявского, и лучший снайпер Армавирца спокойно счет открыл. В концовке тайма этот маневр повторился с той лишь разницей, что забить Семену не дал вратарь Ростовчан. Сбивший его в штрафной. Пенальти реализовал сам пострадавший, доведя свой лицевый счет до 9 голов в сезоне. В начале второго тайма Синявский еще проассистировал Лусикяну, забившему третий гол. Ну а разгром уже на 92-й минуте игры оформили два Дмитрия – Подерин и Каюмов. Первый сделал удобную передачу в штрафную, второй забил. Десять игр осталось сыграть Армавиру. Права на ошибку по-прежнему нет. Посмотрим, как дружина Арсена Попекяна пройдет испытания с Таврополем, Нальчиком и краснодарскими академиками. Что интересно, практически тот же календарь у Афипса. Все честно, никаких поблажек, что у кого-то соперники легче, у кого-то тяжелее. Все может продолжиться до последнего тура. Наконец Черноморец в минувшие выходные играл в Нальчике за Спартаком и минимально уступил. Все решилось за три минуты первого тайма. На 35-й Хачим Машуков забил красивый гол прямым ударом с углового. Не обошлось тут без ошибки Максима Швагерева. А на 38-й минуте не менее красивым получился удар Магомеда Шаваева со штрафного. Тут к вратарю портовиков нет никаких вопросов. Все, что удалось гостям, это отыграть один мяч за минуту до финального свистка. Передачу с фланга замкнул всеми позабытый в хозяйской штрафной Дмитрий Бакай. Следующий соперник Афипса Песчанокопская Чайка не оставляет камня на камне от дублеров Анжи. Дружба под руководством Сафербея и Шугова выигрывает третий матч подряд. Итак, у лидеров по 55 очков. Количество побед по 17. Обе команды пропустили по 12 мячей. Армавир забил на один больше. Но вышел он не поэтому, а из-за преимущества в личных встречах. Внизу таблицы теперь смотрим не только на вторую Кубань. В принципе, биолог парой удачных матчей может и вернуться наверх. Правда, выигрывать надо у тех, кто хочет ФНЛ. Тем временем, не за горами старт нового женского чемпионата России. 18 апреля Кубаночка проведет первый матч с новичком высшего дивизиона Ижевским торпедом. Для наших девчонок подготовительный этак сезона вступает в завершающую фазу. Межсезонье было для них весьма богатым на события. Сначала команда удивила всех, отправившись на сбор в Испанию. Немного мужских клубов могут позволить себе такую роскошь, но Кубаночки смогли. Безусловно, отсутствие игровой практики с женскими командами было ключевым направлением, почему мы выбрали испанский сбор. То есть он был исключительно игровой. Мы провели 4 игры за 10 дней с сильными, со слабыми соперниками. Были еще многочисленные контрольные матчи уже дома, которые футболистки играли практически каждую неделю. Состав команды за зиму изрядно пополнился. Скажем, в Кубаночку перешли сразу три ключевых игрока-дончанки. Команда, которая в прошлом сезоне в высшем женском дивизионе заняла последнее место. Так что для девушек переезд в Краснодар, можно сказать, шаг вперед. Тут больше как-то футбол построен все-таки силовом, наверное, так и борьба больше. И здесь как-то мы больше атакуем, наверное. В Дончанке мы, как правило, играли от обороны, потому что аутсайдерами были. Играла Кубаночка контрольные матчи не только с женскими командами. Периодически для того, чтобы девчонки почувствовали, как нужно быстро двигаться на поле и как столь же быстро принимать на нем решения, нужно поиграть в футбол с мужчинами. Или хотя бы с юношами. А после игр с мальчиками мы играем с девочками намного проще. То есть игра намного медленнее, чем с мальчиками. И когда ты играешь с мальчиками, у тебя мышление работает намного быстрее. Потом, когда ты переходишь с играми с девушками, ты как будто их на две головы выше. Эта игра проходила на одном из полей Академии Краснодара с командой юноши 2002-2003 годов рождения. То есть футболистам было по 15-16 лет, они играли с пятой женской командой России. И все равно девушкам было тяжело. Тем более, что юноши отнеслись к матчу со всей серьезностью. И никаких поблажек девчонкам не давали. Нет, дополнительно не надо было настраивать. Я считаю, это такие же соперники, как и мальчики. В чем-то они даже наглее, я думаю. Ну, вообще, ничего необычного, я считаю. Нет, ну, конечно, если тебя обыграет девочка, это будет неприятно. Но мы не допускали таких ошибок. Даже счет этого матча мы сообщать вам не будем. Он большой и не в пользу девчонок. Тем более, что один свой трудовой гол Кубаночка смогла забить в середине первого тайма. Отличилась Севинч Джафар Заде. Одна из новичков, игрок сборной Азербайджана. По большому счету, результат этого матча вторичен. Главное, это опыт, который девушки получают в таких играх. Он обязательно пригодится в новом, уже через две недели стартующем, сезоне. Если мы будем ставить задачи просто продержаться, ну, наверное, это неправильно. У нас достаточно высокого уровня футболистки, и мы ставим перед собой всегда высокие задачи. И мы в этом году ставим задачу выйти как минимум в финал Кубка и постараться с четвертого раза его уже завоевать. В Армавире все живут ожиданием праздника. Открывается новенькая, только что построенная трибуна городского стадиона. На открытии ожидается аншлаг. Мы обязательно съездим в Армавир и все вам покажем. Смотрите нашу программу и следите за тем, чем живет край футбольный. Субтитры создавал DimaTorzok